Приветствую, дорогие братья и сестры, дорогая церковь! В этот воскресный день мы могли опять собраться вместе и предстать перед Господом. Брат прочитал последними словами текст из Сыгни Пророка Исаии, 56 главы, было Господь, говорит, место общения назовется Домом молитвы. Дал бы Господь, братья и сестры, чтобы каждое место, где собирается народ Божий, где мы приходим, где мы бываем, чтобы было местом молитвы. И вслух, и внутри себя, в духе нашем, чтобы поклонение наше Богу было всегда на всяком месте. Будем молиться в этом собрании, о наших братьях-проповедниках, о участии, кто будет участвовать в этом собрании, хор наш, и всех, кто приготовился для благословения всех, Господь. Кто здесь присутствует, кто с нами на онлайн присутствует, будем молиться о Божьем благословении. Господь и Бог, мы Тебя сердечно благодарим. За этот воскресный день в нашей жизни, за это прекрасное утро и за все благословения, которые мы уже пережили с самого утра, Господь. За милосердие Твое, которое обновляется к нам и обновилось к нам. Господь, слава Тебе, наш Господь и Бог. Благослови, Господь, и это общение, которое Ты подарил нам. Это время, Господи, где мы можем собраться. Это место, дом, это, Господи, друзья дорогие. Наши проповедники готовятся участвовать, хор готовится, Господи. И много людей пришли сюда, чтобы со своими нуждами, желаниями предстать перед Тобою. Ты знаешь каждое сердце. У кого радость, у кого печаль, у кого неопределенность, у кого есть время решений, Господи. Благослови каждое сердце и благослови нас. Пошли Слово, Господи, каждой душе. Благослови и отсутствующих наших молодежь, где они есть, Господи, и в собраниях присутствуют, в пути находятся. Благослови, Господи, и благодарим Тебя за благодать и милость, которую Ты являешься и для нашей молодежи. Благослови, Господи, всех, кто не может быть в доме молитвы, кто находится в рассеянии, в изгнании, в болезни, посети народ Твой. А Тебе, Богу, дабыть слава и хвала с наших сердец, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Благослови, Господи, и благослови и Сына. Субтитры создавал DimaTorzok 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 на автомате. В духовной жизни иногда так бывает, что мы ходим на служение по привычке, по такой заученному поведению, как воскресенье, куда еще идти, что еще утром делать, идти на служение, ну и идем. И мы, когда в таком состоянии приходим на служение, мы вряд ли обращаем внимание, что происходит здесь, что говорится, что поется, что мы сами поем. И иногда, когда здесь дети выбегают вперед, как-то ведут себя интересно или пытаются убежать от родителей, это нам больше запоминается со служения, чем все служения, чем все проповеди или участия, которые были. Я бы хотел прочитать Евангелие от Луки, 2 глава. Этот текст обычно читается на праздник, но я бы хотел все равно его прочитать и взять для себя урок. Евангелие от Луки, 2 глава, 25-28 стихи. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога». Этот человек, Библия нам не говорит, что он был каким-то служителем или каким-то левитом, но Библия говорит о нем, что он был муж, старец, праведный и благочестивый. И что я бы хотел отметить в этом тексте, и пришел он по вдохновению в храм. Как часто мы приходим в Дом Божий по вдохновению? Или вообще как часто не только в Дом Божий, а в общении с Богом? Как часто по привычке? Знаете, у нас такое есть хорошая традиция, хорошее правило, да, чтобы утро начинать с молитвы, перед едой молиться, в конце дня молиться. Иногда это становится таким уже просто механическим исполнением наших действий, да. Мы не всегда задумываемся, зачем мы это делаем, почему. Мне даже вспомнилась такая поговорка есть в нашем народе, да, «як тревога, так и до Бога». Есть ли у нас такое состояние, да, то, что мы обращаемся к Богу только в каких-то экстренных случаях, или просто это становится нашей обыденностью, или может все-таки мы каждый день вдохновлены, чтобы иметь общение с Богом, чтобы обращаться к Нему. Мне вспоминаются моменты из детства, когда, знаете, не всегда хотелось идти на служение, на собрание, потому что, ну, наверное, как всем детям иногда бывает скучно на собрании, иногда нету друзей или еще что-нибудь. И слава Богу, то, что родители, они помогали и вдохновляли идти на служение. Я бы хотел снова вернуться к Симеону, который был старцем, как говорит Библия, да, «Праведный и благочестивый». Он пришел в общение с Богом, и он благословляет Бога. Такой интересный также момент, я хотел обратить внимание, да, то, что говорится, «и благословил Бога». Обычно мы просим Бога, чтобы Он нас благословил, чтобы Он послал нам благословение, а здесь человек благословляет Бога. Я не готов говорить, что все из нас или какая-то часть из нас, кто приходит по обыкновению в Дом Божий, то, что эти люди делают плохо, но я думаю, то, что в нашей жизни постоянство и надежность в служении Богу – это очень важное качество. И иногда, даже если у нас нет вдохновения, все равно надо собираться и идти в Дом Божий. Мне бы хотелось вдохновить вас, чтобы приходить в Дом Божий с радостью, с желанием, с вдохновением, чтобы наше присутствие в Доме Молитве, оно было нам на пользу, а не просто занимать стул или у нас стулья, да, в каких-то церквах, возможно, просто лавочку занимать. Мне очень нравятся слова псалмопевца, Псалом 121, первый стих. Там Давид говорит такие слова, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Я бы хотел, чтобы каждый из нас для себя лично обратил внимание, по какой причине он пришел в Дом Божий. Что является нашим мотивом? Мне нравится история Самуила, когда он был еще маленький мальчик, но к нему проговорил Бог, и по совету пророка Илии он сказал такие слова, «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Хотелось бы, чтобы это напоминание послужило нам тем, чтобы мы приходили в Дом Божий послушать то, что Бог хочет сказать лично мне, лично для моего сердца, и как я могу воплотить в жизнь то, что я услышу на служении. Давайте помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ему служить, будем и добро творить, как Христос творил, будем с Ним на небе жить и Ему служить. Хор исполнит псалом «Как рвется сердце к дивным и святым». Это мысль из псалтиря. Псалмопевец говорил «К святым и дивным, которые на земле, к ним все стремление мое». Знаете, друзья, не только в песнях так, не только в псалтире. Когда мы ехали через Россию, через Эстонию, Латвию, потом в Польше, и нам пришлось ночевать в доме у композитора, автора этой песни, Маргарита Концевич. Мы с ними знакомы были. Андрей – это ответственный регент за белорусское объединение. Мы встречались раньше, он был у меня дома. Но, знаете, вспомнилась эта песня. Говорю, Маргарита, не напрасная песня эта написана была. Говорит, я как-то уже подзабыла. А в жизни так приходится и принимать странников. Мы не первые ночевали у них в доме. Когда мы приехали, они своих детей распределили по городу, к знакомым, к друзьям куда-то, чтобы освободить место для нас. И, знаете, друзья, очень приятно, что Дух Божий, Дух Святой, он действует в сердцах людей. Здесь, уже на земле, дает нам это чувство родства. Говорит, я как-то уже подзабыла. Говорит, я как-то уже подзабыла, Утеное и местное госно, Как люди сегодня все святые. Но небесно, длинные, я пою. А не лишь зеркало, что окружает Небесного Учителя красот. И диплый Божий образ не сияет. Пусть редки в нашем жизненном пути Церкающие солнце безумруды, Но я прошу, спаситель, помоги Бедряно целым для Тебя сосудом. Не нахожу Тих слов, чтоб рассказать О красоте духовного сближения, Когда без веры бьется благодать. Иди, как обрют слезы, у меня нет я. Приветствую, братья и сестры, еще раз. Хочу открыть послание к евреям и прочитать. К евреям 3 глава, и буду читать С 7 стиха по 14. Посему, как говорит Дух Святой, Ныне, когда услышите глаз Его, Не ожесточите сердец ваших, Как во время ропота в день искушения в пустыне, Где искушали меня отцы ваши, Испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, Непрестанно заблуждаются сердцем, Не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, Что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас Сердца лукавого и неверного, Дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, Доколе можно говорить ныне, Чтобы кто из вас не ожесточился, Обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. В этом отрывке, который я прочитал, Я хочу говорить на определенную тему, Поразмышлять с вами. И она прикасается, наверное, как-то чуть-чуть с нашей Эрией, где мы живем. И, конечно, бы я хотел говорить о не сильно приятной теме. И вот как вы думаете о какой-то теме? Ну, можете не отвечать, просто подумайте. И каждый о своей, правда? Ну, раз это непосредственно относится к нам, Ну, хорошо, что уже подумали, подумали, А какой же сегодня неприятной теме будет говорить? И у каждого своя неприятная тема, Которую бы не хотелось бы слышать, Особенно с кафедры, Особенно в день воскресный, Кого-то это удручает, Кого-то это угнетает, Кто-то не получает назидания, Хочет больше позитивного чего-то. Друзья, а я сегодня хочу говорить о пустыне. Ведь мы же в пустыне живем. И вот такая вот мелкая, ну, пустыня, И мы здесь живем. И вот хотелось бы говорить о пустыне. Еще раз прочитаю евреям. Посему так говорит Дух Святой ныне, То есть сегодня, Когда услышите глаз его, Не ажесточите сердец ваши. То есть сердце это источник всего. Всего, что есть в нас. Это мысли, воля, желания, чувства. И он говорит, не ажесточите. Как во время ропота, В день искушения, То есть в день испытания в пустыне, Где искушали меня отцы ваши, Испытывали меня, И видели дела мои 40 лет. И вот хотел поговорить о возможности Познавать Бога в пустыне. Мы с вами всегда И каждый по-своему На всяком месте Как христиане Должны познавать Бога. И в пустыне, И когда радостно, И когда грустно. И, конечно, когда Грустно или когда тяжело, Некоторые люди с более Такой, знаете, открытостью сердца Хотят познавать Бога. И здесь вот в этом отрывке Говорится больше как вот Примерном, оставленный не о человеке, А о всем народе, об Израиле. И Бог говорит, что Он вывел его из Египта. И вот какая реакция была У израильского народа? Вы все знаете, помните, да? Интересно очень, что вот смотрите, Исход 15 глава, там с 1 по 20 стих Я читать не буду, но просто вот строчно Так вот скажу, что говорил Народ израильский После выхода с пустыни Исход 15 глава с 1 по 20 стих Он высоко превознесен Господь крепость моя и слава моя Он Бог мой Он был моим спасением Он защитник Фаврона и коней вергнул в море Он был моим спасением Десницую сразил врага Величием славы Твоей Низложил восставших Кто Ты, как Господи Между богами Кто, как Ты, величественный святостью Ты ведешь милостью Твоею народ всей Сопровождаешь силою Твоею Это то, что записали они в песне Когда прошли Черное море Да, вы помните? И дальше говорится здесь Повествуется о том Что когда они прошли Сколько, помните, времени? Три дня пути И что произошло через три дня? Народ возроптал Я чуть-чуть вот как бы веду Маленькую такую параллель Вспомните себя в первый день свой Когда вы пред Господом Предстали с открытым сердцем Исохшие, истомленные жизнью И обратились к Господу Чтобы Он пустыню сделал Орошаемым садом В молитве покаяния Чтобы Бог наполнил водою Исушенное вот сердце Источник дал Сила Мы встаем, говорим о том Что Господь вывел меня Господь благословил Господь дал все мне Вот это все перечисление Господь крепость моей слава А потом я подумал А сколько мне времени Или вам, друзья Понадобилось для того Чтобы понять Господи А нету того благословения А ведь ну тяжело До сих пор не понимают Ну а кто рядом Не поддерживает А как тяжело идти Это проходили все, друзья Вы помните Илья проходил Апостол Павел говорит Оставили меня И у каждого Свой выход Из ситуации В которую он зашел Вот израильский народ Он нашел Самый легкий выход Какой? Они возроптали Они возроптали И сказали После великого чуда Не нашли воды И возроптали Интересно, конечно Но Бог, знаете По милости своей Он там дал им воду Вы помните, да? Для нас всех Очень важно Прежде всего Понимать Когда я нахожусь В пустыне Для чего я туда пришел Как я туда попал Меня Бог привел Я сам пришел И мое состояние Как я буду себя вести В пустыне Итак, с самого начала Что делал народ израильский Он роптал И особое состояние В пустыне народа Этого Это был ропот Непокорность И неверие Вот три таких составляющие И когда они сталкивались Только с маленькой проблемой Они сразу поворачивались К представителю Бога На Перед ними К кому? Помните? К Моисею И как только какая-то проблема Они поворачивались И говорили Моисей Пора уже куда? В Египет Иногда люди Они вспоминают Что у них было До того Как они имеют сейчас Это свойственно человеку Поэтому часто люди Нерешительные в шагах За что-то ответить Взять на себя ответственность Правильно поступить Остаться белой вороной Лучше в Египет Вернуться мыслями И соприкасаться С теми Которые жили И тебя ни о чем Не переживало Ни день не кололо Нежели находиться В пустыне И довериться То о чем мы сейчас Будем рассуждать Интересно Что они Ждали от выхода Израильский народ Ждал выход Из египетского рабства Потому что По пророческому слову Было сказано Что выведет И из этих 400 лет Последние 70 лет У них стали быть проблемы Было вначале Все хорошо Написано Что фараон Их как бы Ну да Жаловал Из-за чего Он их жаловал Помните Из-за Иосифа Из-за вот этого Следа веры И послушания Они вначале Относились К этому народу Очень хорошо Но прошло время И Бог Заставил народ Думать И создал Трудные обстоятельства В хорошем Еще раз Живет народ В хорошем Я живу В хорошем Вы живете В хорошем И Бог Для того Чтобы начать Какое-то движение Во мне В тебе Или в ком-то Или в израильском народе Значит Заставить его Думать Что пора Выходить из Египта Пора Идти туда Куда Богу Есть для тебя Предназначение Бог Приводит в состояние Чего Неудобства Трудностей И вот Началась проблема Исход Первая там Глава Восьмой Девятый стих И восстал В Египте Новый царь Который не знал Иосифа И сказал Народу своему Вот народ Сыновый Израиль Многочисленный Сильнее нас И дальше Он говорит Перехитрим же его Чтобы он Не размножался И вы помните Как он его Перехитрил Да И дальше Чем больше Они его Написано Изнуряли Чем Что происходило С народом Израильском Он возрастал Друзья Это же Вот как-то Ну вам это Понимается Или нет Чем больше Меня бьют Тем больше Я радость Никто из вас Здесь такой Друзья Чем меньше Меня кормят Тем Пучнее Я становлюсь Скажите Это ведь Не работает Но здесь Для израильского Народа Бог Что-то Показывает И чем Больше Его Угнетают Тем Больше Народ Возрастает Это Божий Замысел Делали Происходило И вот И вот Этот народ Чтобы выбить Из него Численность Царь придумал Какую-то Такую Хитрость Которую Как бы нам Казалось Для нас Бог Часто В жизни Для всякого Человека Ищущего Бога По-настоящему Для того Чтобы Каким-то Образом Вот Сдвинуть Нас Или Чтобы мы Подумали О небесном Рае Нужно Для начала Вот Выбить Из-под земли Земной Рай И когда У человека Вот Из-под ног Ушло Что-то Он Начинает Думать Да Вот Как бы Соприкасался С землей А потом Начинает Думать О небе Так Устроен Человек Для того Чтобы Человеку Иногда Подумать О небесном Ему Нужно Вот Удалиться От земного Некоторые Конечно Могут И в земном Рае Думать О небесном Друзья Но это Очень сложно И Бог Знает Натуру Человека Потому что У некоторых Только Получается Но не у всех И иногда Нужно Создать Трудные Обстоятельства Чтобы люди Они Прежде всего Сдвинулись И пошли туда Куда Бог Хочет Чтобы пошли Никуда Я хочу Потому что Сердце мое Меня всегда Направит Туда Где мне Хорошо А если Я слышу И хочу Исполнить Волю Божью То Бог Поведет Туда Где Может быть Не всегда Мне и нравится И это Милость Божия К нам Когда мы Можем Проверить Свой путь Своё состояние И к сожалению Порой Это трудно Принимаем Псалом 25 Здесь говорится Такие слова Псалом 25 Первый Второй Стих Говорится Такие слова Рассуди Меня Господи Это Давид Пишет Ибо я ходил В непорочности Моей И уповал На Господа Не поколеблюсь Искуси Меня Господи Испытай Меня Расплав Внутренности Мои И сердце Мое Знаете Вот Молитвой Господи Помоги Мне познавать Тебя Помоги Господи Волю Твою Искать Господи Помоги Мне Исправиться Где я Неправ Но Молитвой Господи Расплав Меня Я не молился Друзья Я не знаю Как часто Молитесь Вы Молитвой Господи Расплав Меня Вот полностью Потому что Когда мы Превозносим Или когда мы Открываем Уста И говорим Это То Бог Ведет Бог Откроет Себя И это Нужно Будет Пройти И И Давид Он Это Делал А все Для чего Для того Чтобы Понять Куда Хочет Бог Чтобы Пошел Он Давид Или Я Вы Помните В Деянии Там Описывается Такая Мысль О том Что Как Филипп Попал В Самарийские Города Вы Помните Произошло Гонение Великое И Написано Так Филипп Попал В Самарий Может быть Он и не попал Друзья Но именно Писание Говорит Слово Так Я понимаю Это Равно То есть Отсюда От того Что произошли Эти гонения От Савла Филипп Попал Туда Куда Его Бог Привел Без Савла Я думаю Что он Без Савла Не попал И вот Представьте Вот эти Тяжелые Работы Вначале Потом Убивают Детей Мальчика Особенно И Думаю Наверное Каждой Женщине Особенно Это понятно Которая Имела Во чреве Понимая Состояние Приказа Царя Наверное При объявлении Не как на УЗИ Да ну Представьте Сейчас хотите По современному Как на УЗИ И шла На УЗИ И молилась Господи Лишь бы не Мальчик Потому что Мальчик Это смерть А девочка Живет Дитя Проноси Девять Месяцев И увы Умертвит Фараон И каждая Женщина Она молилась И говорила Господи Помоги Для женщины Все дети Одинаково Равны И вопель Этот Он вопияли Они к Богу Еврейские Женщины Они кричали И заметьте Еще раз повторяю Чем больше Они кричали Тем труднее Жизнь становилась Вот не пришло Сразу облегчение Они кричали И жизнь Больше Труднее И наконец Приходит Моисей И Бог К Моисею Обратился Говорит Пойди И вот Моисей Приходя к этому народу Он говорит Бог Меня послал Вывести вас Ну вы представляете Как бы есть уже Вот надежда Да Он там доказывает Народу Израильскому Еврейский народ Он обрадовался Опять Моисей Приходит К фараону Ситуация Становится Опять хуже Ну что казалось бы Хуже Вот представьте Такая вот Гипербола Вот Как маятник Представляете Вроде бы хорошо Приходит Моисей Тут от фараона Одни проблемы Тут молятся Убивают детей Я не знаю Конечно Как вы друзья Но это очень сильно Ну давайте так скажу Современным языком Влияет на психику Если мы люди Конечно Просто плотские Если люди Конечно Духовные То в этом И есть Надежда И упование На Бога Потому что Возврат будет С большей силой Не Моей А от Господа И они молятся И говорят Господи Где же Избавление Я думаю Что каждый из нас Молился однажды В жизни И ситуация Становилась хуже В молитвах И есть Куча Очень много Примеров Когда говорится О том Как люди Вопият И приходит То Как ответ Но который Очень труден И не воспринимается Возможно Как вот Израильским народом Был такой пример Я не знаю Может вы слышали Вы уже рассказывали Это я просто Слышал Как и Одна женщина Она пришла К служителям И говорит Помолитесь Пожалуйста Она тоже мать Она переживала За своего сына Сын вел Беспотный образ жизни И она приходит Говорит Пожалуйста Нет сил Помолитесь Братья собрались Сестру жалко Помолились Приходит Через некоторое время Может быть Через три недели Опять эта сестра Плачет еще больше Братья у нее спрашивают Что случилось Сестра Она говорит Мой сын В тюрьме Помолитесь Помолитесь Чтоб Бог Освободил его Они говорят Сестра А может это Божья воля На то Чтобы он Исправился Она Нет Нет Я не хочу Такого для сына Прекращайте молиться Вы знаете В этой истории В принципе Это пример И он правдивый И в этой истории Я подумал Знаете С одной стороны Хоть есть какая-то честность Правда Мы иногда молимся И как бы да Но приходит ответ Мы Ну да Как бы Ну вы молитесь Ну вот можно По другому Чуть-чуть Или сами Продолжаем молиться И вот Бог Вводит народ Чудесами И знамениями Из Египта И они радуются И вот как я уже сказал Всего лишь три дня И они кричат Моисей Ты зачем нас сюда Вывел у нас Проблемы И наших детей Веди нас опять В Египет Писание говорит Что из Египта В Ханан Можно было перейти За сорок дней Исход 13 глава 17 стих Говорится Такие слова Но Бог сказал Я не поведу их Кратчайшим путем Друзья Как звучит Обращаетесь вы За помощью К человеку Ну я не знаю Что придумать Вам надо срочно Оплатить Ну билы Может быть Вы на дороге Застряли И вас надо Оттащить Потому что Если увидишь Что машина Стоит на дороге Надо будет Эвакуатор Делать Вы звоните Кому-то человеку Он говорит Да Только я приеду К тебе Ровно через 10 часов Бог У него был Свой план И он не повел Прямым путем Их по одной Простой причине Он говорит Чтобы они Столкнувшись С войной Не стать Не стал Молодушествовать И вернулся В Египет И у Бога Была цель Чтобы отведя Народ От Египта Сделать так Чтобы Возврат Назад Для Израильского Народа Он был Гораздо Труднее Чем Продвигаться Вперед Или 40 дней Или 40 лет Я думаю Мы понимаем Что Это большая Разница Бог знает Натуру Нашу Бог знает Сердце Наше Поэтому Давид Тут еще раз Дал Псалмин Говорит Господи Испытай Господи Покажи И во всем Вот этом Направлении Бог Зная Нашу Натуру Он Настолько Порой Бывает Проводит Вперед Нас В трудностях Наших Вот как бы Идет С нами Мы это Видим И трудности Мы идем Идем И наступает Момент Когда я должен Показать Что я могу Я верю Вот Сделать Этот шаг Веры Уже самому Чтобы и другим Показать Как я могу Верою И Бог Настолько Далеко Заводит Вперед Как вот Израильский Народ Что шаг Уже Назад Сделать Сложнее Чем Или тяжелее Чем шаг Вперед И каждый Из нас Я думаю Он идет Вперед Только поэтому Что назад Вернуться Гораздо Тяжелее Чем пройти Вперед Я вспоминаю Такую историю Когда Два Товарища Собрались Переплыть Днепр И Днепр Она Очень широкая Река И они Собрались И решили Есть там Люди Которые Их поддерживали И вот Они решили Плыть И когда Они начали Плыть Они проплыли Больше Половины Днепра И вот Один Из них Почему-то Ну вы знаете Когда плывешь Возможно Теряется Этот ориентир И ты не знаешь Куда ближе И он Подумал Что он Не доплывет До другого Берега И знаете Что он Решил Он решил Вернуться Назад Его спасли Да А другой Поплыл Вперед Он был Не менее Изнеможден Но понимание От того Что следующий Берег Ближе Чем Вернуться Назад А у Того В сознании Что я Лучше Вернусь На берег Чем Буду Продолжать Этот Заплыв Как часто Мы в жизни Выходя Вот в эту Как бы Реку Плаваний Становясь На какой-то Определенный Путь Порой Смотрим Назад И не Видим Переда Что это Уже Ближе Чем Вернуться Назад И так Хочется Вернуться Назад И это Каждому Друзья Не только Мне Потому что В состоянии Вот Тревоги В состоянии Вот этого Того Что мы Сделали Шага Нам порой Сложно Сориентироваться Понять Ну если Мы сами Израильский Народ Так и Не мог Сориентироваться Потому что Он Не в полно Доверял Богу Как я уже Сказал У него Был Неверие У него Был ропот И непослушание У каждого Человека Бывает Точка Невозврата И точка Невозврата Это когда Прошли много Назад Далеко И тогда Человек Он в отчаянии Делает Рывок Вперед И вот Бог Он всегда Хочет Довести Вот Человека Туда Чтобы Человек Понял Насколько Он силен В Боге Насколько Он может Доверять Богу И если Человек Все время Будет ходить Возле берега Он так И не поймет Своих способностей Насколько Бо он мог Далеко Заплыть Если Человек Не станет На землю Он так И не поймет Нужно Как Пройти Путь И Божья Милость К нам Друзья Чтобы Мы с вами Учились И ходить И плавать И в воле Божьей Преодолевать Трудности И часто В жизни Конечно Сохрани Нас Господь Что мы Идем И порой Не потому Что в воле Божьей А потому Что деваться Некуда Лучше Когда каждый Из нас Вот он Будет идти В воле Божьей И Бог Вот в такую Ситуацию Он ставит Евреев Бог ввел В пустыню Писание Говорит Для чего Ну и нас Конечно Вводит И проведет А для чего И здесь Отмечается Опять Три момента Он говорит Я ввел вас В пустыню Чтобы научить Чтобы изменить И подготовить Хана И мы сейчас Не будем Говорить С чем Ассоциируется Хана Мы просто Говорим О том Что Бог Меняет Что-то Чтобы Вот там Где Будут Уже Все Вот эти Качества Присутствовали И умение Быть наученным И изменить Подготовить К Хана Интересно Что сам Христос Вкратце Вспомним Написано Что немедленно После того В Марка В первой главе Там говорится После крещения Написано Немедленно Немедленно Это значит Прямо сразу Написано После того Дух ведет Его в пустыню Для того Чтобы порой Подготовиться К какому-то Трудному пути А Христос Был в теле Он готовился К служению Его дух Повел в пустыню Только лишь Только лишь Для этого Больше Для чего Утром Он удалялся В пустынное место И там молился Говорит Писание Бог должен был Научить И изменить народ Чтобы подготовить И завладеть Ханаанской землей Потому что Я думаю Когда вышла Вот эта Большая толпа Народа Она не совсем Понимающая Потому что Возможно Она где-то Видела Это рабы Но они не имели Представления О том Как Делать войну Как иметь Вот это послушание Как выступать Стройно Как может Какие-то Делать вещи Они были рабы Они может Видели Издалека Но сами В этом На опыте Они не прониклись И Бог Их ведет Специально Этим путем Чтобы создать Государство Или вот Людей Способных Правильно поступать Как им говорит Моисей Доверять Богу Чтобы они были Едины Вот не просто Каждый сам по себе А в этом Сообществе Пустыня Я для себя Выписывал Это время Подготовки Пустыня Физически Как и духовно Это место Где нет Условия Роскоши Или быта Пустыня Это не место Комфорта Пустыня Это место Отрешения Пустыня Это место Одиночества И пустыня Это место Поиска Это три составляющих Которые Когда попадает Человек В определенные Обстоятельства Он всегда Находится Вот в этих Трех Аспектах Он или Он или что-то Ищет Он или Отрешен От всего Или он Чувствует Себя Одиноким Пустыня Это место Искрушений И так Посему Как говорит Дух Святой Ныне Сегодня Не ожесточите Сердец Ваших Или в другом Вот как бы То что Что есть Сердце Говорится Еще раз Не ожесточите Мыслей Ваших Желаний Ваших Чувств Ваших Как во время Вот этого Ропота В пустыне В день Искушения Сделал Израильский Народ Пустыня Это то место Которое Никто Не обойдет Друзья Вообще Никто И может Казалось Вначале Легкий Путь И хорошо Идти Но придет Время Когда нужно Войти Будет В пустыню Кто-то Был В пустыне Кто-то Вернулся Как это Не звучит Но кто-то Вернулся С пустыни Пройдя Три шага Кто-то Сегодня Ищет О том Как бы Войти В пустыню И готовиться К этому Чтобы пойти Не самому А с Богом Но пустыню Не обойдет Никакой человек Второзаконие Восьмая Глава Со второго По шестой Стих Я прочитаю Только Один Наверное И помни Весь Путь Которым Вел тебя Господь Бог твой По пустыне Вот уже Сорок лет И он Перечисляет Для чего Чтобы смирить Тебя Чтобы испытать Тебя Чтобы узнать Тебя Что в сердце Твоем И будешь Ли хранить Заповеди Его Или нет Друзья Очень важно Нам всем Понять Что когда Бог ведет И когда Бог смиряет И еще раз Слово само Смирить Поймите Правильно Это Это Вопреки Современным Понятиям Но библейское Значение Слово Смирить Не путайте Это не Раздавить Смирить Это не Раздавить Как часто Люди Не хотят Чувствовать Себя Смиренными Потому что Кажется Такой Раздавленный Такой Ничтожный А Бог Говорит Я Говорит Вел Тебя Чтобы Смирить Чтобы Проверить Смирение Это Сознание Созависимости От кого Только Смирение Это понять Кто я С я И кто Есть Бог И каждый Человек Который Прошел Состояние Смирения И понял Кто Есть Я И кто Есть Бог Он В любом Случае Еще раз Повторю Который Понял Он Попадет В созависимость От Бога Интересно Испытать Вот это Он говорит Вел Чтобы Испытать Это Помните В украинском Украинский Язык Он говорит Выпробовал Узнать Что в сердце Будешь Хранить Заповеди Или нет И он Говорит Смирял Томил Тебя Голодом Питал Еще Один Очень Интересный Момент Друзья Вы обратились Что Вот Несовместимые Опять же Две вещи Говорит Что Смирял Томил Голодом И питал Так Томил Голодом Или питал Представьте Я вас всех Пригласил К себе На день Рождения И говорю Приходите Ко мне Будет Хороший Стол Я вас Накормлю Приходите А я И при этом Буду Томить Томить Голодом Учит Приучает Поднять В состоянии Сам Смир Сегодня мы И нам И нам Томить Антон Когда написано Что они Вот Возраптали И возраптали Там В пустыне то там случилось нечто, вы помните, что воды не было, потом Моисей кинул и какое-то там дерево нашел. И написано, что Бог их привел, и куда их привел, помните? Они остановились там, где были финиковые деревья, и что еще? И 12 источников. 12 источников и 70 финиковых деревьев. Я не натуровед, но вы знаете, и не рекламу фиников делаю. Но вы знаете, между прочим, кто хочет иметь здоровый образ жизни, оказывается, это я, конечно, не сам додумался, это я подсмотрел, мне просто интересно, почему же финики, я их не сильно люблю. А оказывается, в финиках, друзья, на 100 грамм 274 калории, ну там смотрите, витамин А1, витамин В, витамин В2, витамин В6, кальций, магний. Вы можете себе представить? Пол таблицы Менделеева, кто знает, о чем я говорю. И все это в финиках, друзья. И Бог, приведя их туда, вот как бы показывает израильскому народу, не просто вот вы будете кушать. Бог, когда выводит нас в пустыню, Он не просто говорит, что я помогу тебе. Я не просто тебе что-то дам, а вот все необходимое для твоей духовной жизни, и витамин В, и витамин С, и магний, то есть и силу, и кости укреплю. Об этом говорит Писание. Открою источником и напою, я сам буду водой живою. Бог дает каждому из нас здесь на земле, чтобы мы с вами поняли, что хочет от нас Бог. Его желание, чтобы мы с вами, проходя вот зимой жизнью, попали в пустыню, проверили себя, и стали созависимыми от Бога, смирили себя, исполняя его заповеди, и беря с его руки все необходимое, как вот от этих фиников брали они, и от 12 вот этих источников получали воду. Это пример для всех нас, что не нужно думать, как я поступлю в той или иной ситуации. Писание говорит, навыком приобрел что? К послушанию. Навык к послушанию приобрел, вернее. Вы помните Моисей? Это уже 33 глава. Он говорит такие слова. Он говорит, если я приобрел благоволение, то открой мне путь твой. Друзья, пусть Бог поможет нам прежде всего. Вот сколько вот это глава говорилось, как и шел Моисей пред Богом, ведя народ его, имея с ним общение, давая им законы, наставляя их. А потом, пройдя какое-то время, обращается и говорит, Господи, если я приобрел благоволение, то открой мне путь твой. И если ты не пойдешь со мной, то и не выводи меня отсюда. Пусть будет это для каждого из нас, прежде всего, найти благоволение в очах Божьих. А потом знать, что если Господь не пойдет с нами, не ходите без Бога в пустыню, в свою. А идите в Божьей воле. И Бог там откроет свою ладонь. И наполнит всеми необходимыми нас, и минералами, и витаминами, и даст нам духовную жизнь. И Его вода, источник, Он будет нас наполнять, и мы с вами не будем сухими. Аминь. Около 150 лет назад в Чикаго жил один успешный человек. Он был довольно-таки богатым, имел много недвижимости, и во время великого чикагского пожара все его имение сгорело. Спустя два года его семья отправилась с Чикаго в Европу по каким-то делам. Он остался в Чикаго, и когда корабль плыл, вся его семья, все его дети, четыре дочери утонули. Осталась одна жена. Но этот человек, как я сказал, он был успешным. Он доверял Богу, и свою жизнь полностью ему посвятил. И в связи с этими переживаниями в его жизни появился прекрасный псалом, который мы поем на русском языке так же «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» И там есть такие слова, как бы его вывод, который он делает «Ты со мной, да Господь, в твоих, я покоюсь в руках». Предлагаю спеть эту песню на языке оригинала. Для пения встанем. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрая рукою Утер мне слезы И подарил мне свою любовь Дал расцвести в моей жизни розам Ой, Иисус, ну как же хорошо с Тобой Люди добрые, милые, прекрасные люди Упреки бросать не надо Бог в наших бедах Бог не виноват Божья любовь и спасение рядом Лишь поднимите на небо взгляд Руки Христа вас обнять готовы И через все беды земные нести Только одно покаяние слова Лишь только одно Ваше сердечное Богу прости Слава Богу, друзья! ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В доме молитвы, как мы слышали в начале этого собрания, что на самом деле он был для нас, лично для меня, в моей жизни домом молитвы, куда я прихожу помолиться Богу. Помолиться о церкви, помолиться за братьев, за сестер, помолиться о себе, о своей семье, о детях, о стране, где мы живем, о нуждах и так дальше. Пусть Бог нас благословит. Братья и сестры, я хотел прочитать сегодня перед нашей молитвой местописание, которое записано в послании Галатам, 4 стиха. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал сердца вашего Духа, Сына Своего, вопиющего, Ава, Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, мы недавно праздновали праздник Пасхи, недавно праздновали праздник Вознесения, и сейчас мы празднуем праздник Троицы. На этой неделе, на прошлой, мы праздновали воскресенье. И вот мы называем его по нашему обычаю праздником Троицы, по-другому называется праздник Пятьдесятницы. И День Сождества Святого Духа на апостол, День Рождения Церкви – это все одно и то же событие, название и праздник для нас. И здесь мы говорили о Троице, о том, как Бог проявил себя именно в Третьей Личности Божества. И вот здесь братья очень богословенно, хорошо объясняли нам эту тему. Я тоже прочитал текст Писания, который для меня говорит о Троичности Бога. Здесь я прочитал о том, что у Бога есть время. Бог – Творец, сотворивший небо и землю, Вселенную и все, что наполняет ее. Он имеет определенные пределы и времена для всего. Для природы, для светил небесных, и так же самое для нас, для людей. Когда и в какое время нам жить на этой земле. И так же мы с вами здесь не случайно. У Бога есть план, по этому плану все идет, и Бог от своих планов не отступает. И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Пришел в мир Иисус Христос и искупил нас. Время благодати, время благовестия, время доброй вести ко всем людям. И вот Бог усыновил. Христос пришел, чтобы нас усыновить, чтобы нас привлечь к Богу, дать нам новое положение, дать нам новый статус. Мы пришли в этот мир всегрешными. Мы пришли в этот мир отпадшими, с падшей натурой, с желаниями, которые Богу не угодны. Которые Бога не радуют, которые Его раздражают. Я об этом, правда, передо мной говорил о том, что в нашей жизни, каждого из нас, вот есть это время, когда Бог помогает нам освободиться от этой природы, от этих желаний, которые переполняют нашу землю и нашу душу. И поэтому апостол Павел сравнивает в этом послании галатам, людям, которые хотели приблизиться к Богу, исполняя дела закона, хотели стать лучше и праведнее, полноценно исполнить, как им объяснили Писание, они оказались вне Евангелия, вне благодати Божьей. Они попали вместо сыновства, вместо свободы в рабство. И Он говорит, что сыновья, они имеют совершенно другую природу, другую натуру, другие желания, чем рабы. Дорогие братья и сестры, мы благодарны Богу, что мы имеем Евангелие, благодарны Богу, что мы имеем Святое Писание, на котором мы вот и основываем нашу веру, проверяем наш путь, проверяем наши чувства, наши желания, наши мысли, мы проверяем по Писанию. Мы с Писания проповедуем здесь, мы Писанием себя поддерживаем, питаем наши души. И как утверждение этого, апостол Павел говорит, что Господь Бог послал в наши сердца, если ты сын Духа Святого. Отец, Бог, Сын и Дух Святой. Дорогие братья и сестры, мы приходим в мир рабами, грешниками, с грешными желаниями. И люди понимают это, что человек без правил, без закона, он неуправляемый, очень жестокий и очень неудержимый. Поэтому нужны законы, нужны правила. И поэтому апостола Павла и были проблемы с иудаистами, были проблемы с законниками того времени, фарисеями, священниками, что он проповедовал благодать о том, что человек может жить праведной жизнью, не исполняя закон Моисея. И поэтому это не было понятно многим людям того времени. И поэтому апостола Павла было очень много трудностей. И в этом месте, в этом городах, где проповедовал апостол Павел в Галатии, основались церкви. Это было первое путешествие, которое он проповедовал, и люди обратились к Богу, люди стали рождаться свыше, и вот там образовывалось евангельское движение. Но апостол Павел там не был все время, он шел дальше на новые места, а за ним шли другие люди. Другие люди, которые говорили, что недостаточно Евангелия, недостаточно благодати, вам нужно еще что-то сделать, чтобы угодить Богу делами, исполнить закон. Друзья, поэтому мы имеем сегодня послание Галатам, прекрасное послание, которое вот сейчас мы не разбираем, но мне хотелось только вот эту выдержку взять отсюда, о том, что мы сыны. Друзья, дорогие, мы, я бы хотел сегодня, чтобы вот перед нашей молитвой, когда мы пойдем отсюда, может кто-то не придет на вечернее собрание, может для вас только одно собрание в неделе, я бы хотел, чтобы в нашем сердцах вот были бы мысли, и какое у меня положение, положение раба или положение сына. Раб, он не будет в доме вечно. Так говорит вот апостол Павел, описывая эту главу, описывая положение Агари и Сары, описывая положение Измаила и Исаака, описывая о том, как вот это Агарь, будучи рабыней, стала матерью сына Авраама, как она была в пустыне, как она вопила к Богу о помощи, как она вот убегала от своей хозяйки Сары, и вот сейчас мы слышали об этой пустынной жизни, да и в пустыне она тоже увидела руку Божью, Божью заботу о каждом человеке, вот и даже и о рабе, Господь заботится, Господь посылает необходимое, Господь печется о всех людях и о нас с вами, но главное, друзья, чувство, главное положение, вот этот раб Исаак, Измаил, живя в доме отца, он никогда не воспринял вот эту благодать, которую жил Авраам, которую унаследовал Исаак, которую унаследовал Иаков, мы слышали недавно проповеди об Иосифе, они жили этими обетованиями Божьими, жили верой в Слово Божие, что Бог благословит их род, благословит их землю, благословит их наследство, и что от них произойдет Иисус Христос, Спаситель мира. Они жили этой верой, жили благодатью этой, но почему-то Измаил не поверил в это. Измаил не пошел этим путем и наоборот насмехался, гордился, унижал других людей. И здесь апостол Павел подчеркивает, что рожденный по плоти всегда гонит рожденного по духу. Дорогие братья и сестры, мы здесь прочитали о том, что Господь производит усыновление, Он усыновил, Он пришел для того, чтобы усыновить, чтобы поставить новые отношения с нами. Брат сегодня говорил о том, что Бог работает с нами, Бог изменяет с нами, но это уже с рожденными свыше, с тем, который человек обратился к Богу, который признал себя грешником и попросил у Бога помощи. После этого начинается путешествие. После крещения у Христа были искушения, взял пустыню его. Как я уже говорил раньше, мы здесь проповедовали о том, что когда человек идет к Богу, когда человек приходит к Нему, вырываясь из царства дьявола, выходя из его господства, он освобождается от этого рабства, идет к Богу, то дьявол и ад, он приходит в движение. Дьявол не нравится, когда люди оставляют его, и поэтому часто христиан, детей Божьих, постигают искушение. Как помните, о Давиде, вот мы читали, что слышали филистимляне, что Давида помазали на царя, они все собрались и пошли, чтобы его умертвить. Друзья, так бывает и в жизни каждого из нас. И здесь, когда мы обратились к Господу, когда мы сыны, вот с нами идет Божья работа. Бог имеет право на нас и работает с нами, как с сынами. Каждого сына, которого он любит, он наказывает, воспитывает, изменяет, чтобы характер наш поменялся. У сына, у живого человека есть желание, есть натура, есть мысли. Друзья, какие они, мне бы хотелось, чтобы я себя проверял и также вы себя проверяли. В этой же главе, в 4 главе, апостол Павел проводит параллель вот Агарии и Сары, и он говорит, что мы уже вот не рабы, мы свободны, мы дети обетования по Исааку, 28 стих. И как вот эту перемену, которую мы получили в нашем Господе, перемена рождения свыше, перемена после обращения к Господу, Бог посылает сердца нашего Духа Святого. Наше сердце становится обиталищем Бога, обителью Бога. Он живет в нас. Друзья, мы приходим сюда вот не для того, чтобы здесь встретиться с Богом, Бог с нами, Он живет в нас. Да, друзья, когда я общаюсь с Богом и вы общаетесь с Богом, мы приходим сюда и мы делимся этой благодатью, мы поддерживаем друг друга, мы создаем общение вот вокруг Господа. Господь хочет это, Господь так создал церковь, чтобы она общалась, чтобы все рожденные люди имели общение, но жили мы, друзья, индивидуально, лично, в близких отношениях с Господом. И вот эти отношения Бог как раз и воспитывает нас, работает с нами, эти чувствования дает Он. В послании филиппийцам во второй главе апостол Павел пишет эти слова, которые очень яркие для нас и мы видим, друзья, в нашей реальной жизни, христианской жизни, в жизни нашей поместной церкви, как это исполняется, 2.13 филиппийцам, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Бог производит в вас свои действия. Это Божье действие, Божья натура. Поэтому мне хотелось, друзья, сегодня, чтобы, уходя отсюда, мы бы обращали внимание на чувства, которые поселяют нашу душу, желания, которые проходят через нас, какие они, от кого они, друзья, потому что они могут иметь разную природу, разные источники. Даже у нас, у людей, которые обратились к Господу, которые покаялись, которые исполняются Духом Святым, мы подвержены, друзья, этому. Поэтому, как большая разница и грань, чтобы понять и объяснить людям, что христианин, который рожден свыше, исполненный Духом Святым, он не опасный, он не находится в положении дикого осла, который идет и делает что ему хочется, как некоторые люди говорят, закона нет, можно делать что хотим, и апостолу Павлу делали это обвинение. Он пишет о том, чтобы люди понимали природу и источник своих желаний. В этой послании, в пятой главе, в продолжении этой мысли в 17-18 стихе, вот он говорит эту разницу желаний, которые проходят через нашу душу, через наши сердца. 17 стих, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом желает. Плоть желает противного духу, и вы водитесь духом. то есть вы желаете то, что хочет Бог». Братья и сестры, как нам понять это, как нам научиться этому, чтобы свои чувства и желания проверять. Вы помните, друзья, Христос говорил о том, что люди часто будут перепутывать эти желания и думать, будут, что они служат Богу, вы помните, будут гнать вас, убивать, злословить вас и будут думать, что этим служат Богу. Желания пришли, и церковь, друзья, история церкви полна примерами, когда были инквизиции, когда гнали детей Божьих, когда пробужденную церковь много терзали, и много наших братьев и сестер положили свои жизни за то, чтобы отстаивать свободу Евангелия, свободу благовествования, свободу Духа, чтобы поступать по тому, как Дух нас побуждает, призывает и влечет. И многие люди, друзья, восставали и во имя Господа убивали христиан. Поэтому, братья и сестры, это очень нам важно и необходимо знать, друзья, наше положение в Господе. Мы, друзья, проповедуем здесь Евангелие, мы проповедуем здесь новую жизнь, проповедуем рождение свыше. Господь пришел в этот мир, чтобы усыновить, чтобы ввести нас в новые отношения с Богом. Посему ты уже не раб, а сын. Дорогие друзья, братья и сестры, брат начал это собрание и начал говорить о том, какие желания влекут нас сюда, какие чувства мы, может быть, в детстве находясь, закон нужен в детстве. И апостол Павел подчеркивает в этом послании. Закон необходим, когда человек в детстве, даже сыну вот нужно закон, нужно обуздывать, нужно приучать порядку его, даже сына, нужно приучать расписанию, графику, дисциплине, самодисциплине. Это необходимо и нужно знать. Но это положение раба. Сын в детстве не отличается от раба. И хорошо, друзья, когда мы идем или что-то делаем, потому что надо сделать. Все делают и я делаю. Но это положение младенца, это положение раба еще. Друзья, Господь назовет к высшему положению, положению лучшему, положению свободному, чтобы мы делали по желанию из любви к Господу. Друзья, это желание ничем нельзя остановить. Это очень сильное желание и благословенное желание. Бог производит в нас свои желания. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы ту жизнь, которую мы получили при рождении свыше, мы сохраняли. Дорогие друзья, я хотел в это время еще обратиться к тем, кто не родился свыше, кто проверяет свою жизнь, христианскую жизнь, наблюдает, что все, что мы делаем или все, что я делаю или вы делаете, делаете из-за страха, из-за того, что скажут другие люди, из-за того, чтобы не потерять Царство Небесное, не потерять вечную жизнь, не для того, чтобы мне плохо подумали, поэтому я иду, поэтому я делаю, поэтому я жертвую, поэтому я что-то, вот участвую в чем-то. Друзья, это жизнь раба, это не посвященная жизнь, это не свободная жизнь. Поэтому я призываю, друзья, вас обратиться к Господу и покаяться. Покаяться перед Ним и сказать, Господь, я хотел или хотела всю свою жизнь приблизиться к тебе своими делами, оправдаться, чтобы смотреться хорошо, заслужить спасение или сделать так, чтобы ты, глядя на мои добрые дела, сказал, да, ты много сделал, заходи, ты будешь со мною. Друзья, мы можем спастись только на одном основании, на том, что мы признаем жертву Христа нашей заместительной жертвой. Единственная цена для того, чтобы нам попасть в Царство Небесное, это кровь Христа. Проговорил о смирении здесь о том, чтобы мы признали себя грешниками. Смирение заключается в том, что во мне нет ничего доброго, Господь это может сделать. Это есть смирение. Друзья, смирение мы находим, уходим, или мы в гордость уходим? В гордость она, вот эта жизнь по закону, она приводит нас к гордости. Я лучше. Я не такой, как прочие люди. У меня, вот я особенный, у меня особенное прошлое, у меня особенная семья, у меня особенное наследство, мои вот особенные родители. Друзья, не поэтому мы спасаемся. Мы приходим к Христу только по вере, только потому, что Он простил и оправдал нас. И в этом, друзья, заключается смирение. Поэтому Господь и водит нас иногда по пустыне, иногда нам тяжело, и нам приходится вопить Господу. Господь показывает нам по своей любви, что мы на себя уповаем. Господь хотел показать и проверить, показать людям, им показать, чтобы они сами увидели, что не живет в тебе ничего доброго, чтобы ты увидел, любишь ли ты Господа, чтобы ты увидел, смиряешься ли ты перед Ним, или ты ходишь, уповая на себя и на свою праведность. Это очень опасное положение. Это раб не пребудет в доме вечно, друзья. Это состояние не приведет к вечности, это состояние не приведет к вечным отношениям с Богом. Бог хочет поселиться в наше сердце, а вселяется у нас после покаяния, во время рождения свыше. Это момент усыновления. Это момент усыновления. Поэтому, друзья, хотелось бы, чтобы дом молитвы, место, где мы находимся, где мы бываем, был домом молитвы. Дух Святой, когда поселяется в сердце человека, он вопиет к Богу, «Ава, отче, отец мой, папочка мой». Близкие, отцовские отношения с Господом. В такие положения, в такие отношения и зовет нас Господь. Пусть Бог поможет, дорогие друзья, сделать вам, кто этого не сделал. или вы сделали и не сохранили жизнь эту близкое отношение с Господом. Уклонились, может быть, как и уклонились галаты. Они уклонились, друзья. Они начали правильно. Они правильно шли. У них все было хорошо, но они уклонились, друзья. В нашей жизни тоже есть опасность уклониться. Поэтому, благослови, сохрани нас Господь. Сохранять эту новую жизнь. Друзья, если жизнь нужно питать, отношения с Духом Святым нужно поддерживать. Мы в прошлый раз слышали в этом собрании, чтобы мы не огорчали Духа Святого, чтобы мы не угощали Его действия, Его призывы. Он производит желание, Он побуждает нас к чему-то, а мы не хотим. Мы препятствуем. Мы не соглашаемся. Мы идем к Нему на своих условиях, как сейчас мы слышали слово. И поэтому Господь допускает нам идти на нашими путями. Иди, смотри, ходи, сколько ты сможешь. Сколько ты можешь сам быть. Друзья, это очень важно, друзья. Нам нужно питать эти отношения с Господом. Душу нашу нужно питать. Господь говорит через Слово Святое, через апостола Петра мы разбирали, возлюбите, как чистое, словесное молоко, чтобы вам возрасти. Чтобы эти отношения с Господом, эту жизнь укреплять, питать, питайтесь Словом Божьим, читайте Слово Божье. И, друзья, вот область желаний, она очень большая. И все, что мы делаем в жизни, все, что мы принимаем, какие-то решения, поступки, которые сделаны в нашей церкви, которые сделаны, поступки, здания, которые мы получили, друзья, оно построено на желании. Желание прославить Господа, желание сделать, желание потрудиться, желание пожертвовать, друзья. И это очень прекрасно, когда все делается во имя Божье для Его славы. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры, сохранять это состояние Духа, сохранять это расположение Духа, чтобы нам вот иметь вот это близкое общение с Богом, иметь вот это состояние, когда Дух Святой побуждает нас к молитве. Он учит нас молиться. Мы не знаем, о чем молиться и как должно, но Дух Святой, Он хватает за нас воздыханиями изреченными. Братья и сестры, я думаю, это происходит в вашей жизни. Я призываю вас, друзья, молиться. Я призываю вас давать свободу Духу Святому, особенно в собрании, когда мы имеем призывы к молитве, когда мы имеем возможность помолиться публично, прославить Бога, возвеличить Его имя, прославить Его за дела добрые, за милости, за охрану, за спасение, за благодать, за Духа Святого, за усыновление, друзья, мы столько много получили в нашем Господе. Дух Святой, Он звает, Он учит нас, Он побуждает нас. Дух Святой побуждает нас и к жертвенности, к служению. Я очень благодарен Богу, что в нашей церкви Бог так провел нас, и все это стройку, нужды, которые у нас были, финансовые, и сейчас ведет, когда у нас финансовые нужды появляются вновь, иногда они всплывают, люди жертвуют добровольно. Я благодарен Богу, мне очень приятно, когда люди приходят с желанием поучаствовать. Друзья, в мире это невозможно, чтобы человек отдавал свое кому-то, каким-то людям, для чего-то. Друзья, это происходит в церкви, Бог действует. Многие люди переживают, волнуются, как, вот что, хватает или не хватает, вот готовы поучаствовать, друзья, это действие Духа Святого. Эти желания пришли не от плоти, эти желания приходят от Бога. Дорогие друзья, дорожите этими желаниями, цените это, благодарите Бога за близкое общение, которое у Него есть с вами. Бог любит церковь, Бог любит народ Божий, Бог любит детей, и поэтому, когда у вас такие желания, друзья, это Господь в вас, Господь в нас, работает и производит свою работу. Друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы укреплялись наши отношения с Господом, отосла наша вера, и обязательно, друзья, не забывать благодарить за то, что Он сделал для нас. Помолимся Господу, будем благодарить Его, просить Его. Аминь. Песня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Братья и сестры, брат Коля, он всех поздравляет нас. Каждое воскресенье он готовит эти записочки, узнает ваши дни рождения и если не объявляем, только лишь потому, что вы не сказали брату Николаю. Значит, на этой неделе брат Николай нам сообщил, что дни рождения будут у Агошковой Светы, у доценка Оли и у Жравлева Володи. Мы вас сердечно поздравляем, не только брат Николай, не только я, а вся церковь, мы вас сердечно поздравляем, желаем вам благословения от Господа, сил, здоровья, и особенно, чтобы продолжение вашей жизни было бы умножением славы Господу, чтобы Бог обильно вас благословил. Это наше пожелание вам и благословение. Братья и сестры, в следующее воскресенье у нас будет хлеопреломление, на неделю у нас собрание сегодня вечером, и в пятницу будет собрание, в следующее беседа у нас с крещаемыми. В этом месяце, через несколько недель, у нас будут гости. 16 июня к нам приедут братья и сестры, молодежь с оркестром с Молдавской церкви Ванкувер. Они в свое время очень много потрудились на нашем доме молитвы, помогали нам, и поэтому первый раз они нас посетят, поэтому будем молиться, чтобы он благословил их приезд сюда и их участие в нашем собрании. Брат Даниил Береговой напоминает о том, что у нас будет семейный церковный лагерь, и уже время сдавать деньги и записываться, давать знать, какие дни вы будете. Видите, он поручил это брату Эдику Новикову, сегодня его нет, сегодня это делать не нужно, но в следующие разы имейте в виду, готовьтесь с собой его средства, и записывайтесь в этот лагерь, чтобы легче было готовиться. Будем, друзья, молиться о нуждах, которые в нашей церкви есть, и о страдающих церкви, о братьях, сестрах, о нашей готовности встречать Господа и участвовать в вечере Господней достойно. Будем молиться за семью брата Игоря и Дуси, они молятся о своих детях, поэтому будем молиться и мы с ними вместе. Есть, друзья, другие у нас нужды или благодарности церкви, скажите. Друзья, я предлагаю помолиться за братьев наших там и в Украине, и в России, которые отстаивали свои убеждения, вот и они подвергаются физическому насилию от власти имущих. В период мобилизации, время очень сложное, вот их избивают, и бывают разные неприятности, чтобы Господь дал им твердости, вере, упование на Господа и защиту. Пражите, брат Николай. Анатолий Николаевич, брат Леонид, сердечно застраховали за него, и хочет еще молиться, но общаясь, что будет для наслаждения, и передед, парни, передсягнет. Хорошо, брат Анатолий Николаевичук, благодаря церковь за молитву и за посещение, и за выздоровление. Друзья, еще нужды? Благодарности? Приветствия? За Диму, хорошо. Может, друзья, у нас есть новые люди в нашем зале, тоже скажите им, чтобы мы познакомились с вами. Гости, может быть, есть. Может, кто-то приехал в нашу местность жить. Ну, хорошо, друзья, да, встанем для молитвы. За переданное приветствие мы сердечно благодарим, взаимно передавать просим. Господь, мы молимся Тебе в заключении собрания и благодарим сердечно за Слово Твое, за благословение, которое Он нам послал в этот миг, в этот час, в этот день, за общение с Тобою, с Духом Святым, Господь. Это прекрасно, это хорошо, это радостно. Господи, благослови на пути нашей жизни, на эту неделю, Господи. Помоги нам готовиться и к участию в Твоей вечере, Господи. И благослови наших именинников, дай им благословение, здоровье, жизнь, Господь. За все дарованное благословение, слава Тебе, Господь, что Ты сохранил их жизнь до сего часа. Благодарим Тебя, Господь. Храни их и дальше. Господь, Ты видишь нужды, которые в нашей церкви есть, мы здесь делимся, чтобы нам о них молиться вместе и нести престолу благодати. Господи, благослови семью Игоря и Дусь, их детей благослови. Братья в Украине, которые переживают сейчас трудности в связи с мобилизацией и побои, и угрозы, Господи, и страхи они переживают. Не оставь народ Твой, Господи, поддержи, благослови. Им просим Тебя, Господи, благослови. Вот народ, землю, Господи, Ты слышишь вопль с земли, Господь, в пустыне, в которой мы попадаем. Господи, сейчас мы молим Тебя за Украину. Благослови, Господи, помилуй. Пошли мир этой земле, этому народу, Господи. Помоги им, Господи, очищаться, освящаться и принимать Тебя, как царя своего. И народ благослови в Израиле, благослови народ, и в Карабахе там, где идет война, Господи. Защити народ Твой. В изгнании, кто находится, поменял место жительства, Господи. Благослови. Вот Диму, мы молимся Тебя за эту семью. И эти молитвы, Господи, перед Тобою. Услышь, Господь, помоги. Ты меняешь сердца. Ты берешь каменные, даешь плотяные. Ты даешь чувствование Своей, Господи. Берешь плохие и даешь новые, хорошие, прекрасные. Господи, благослови Диму, помоги ему пережить эту благодать Твою в своей жизни. Господи, благодарю Тебя за брата Анатолия. Николай Чук, Ты его благословил и дал ему выздоровление после этой операции. Благослови его и дальше, Господи, чтобы он тоже, как он хочет, мог быть в народе Твоем, среди народа Твоего, в церкви, и вместе поклоняться Тебе. Господи, благодарю Тебя сердечно за расположение народа Твоего, за участие в нуждах, за этот дом, который подарил нам Господи, это милость Твоя. Господи, за участие, братья и сестер, Господи, за это единство в Тебе, нашем Господе. Да будет Тебе слава, хвала и поклонение. Господь, мы просим, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа прибыли всегда с нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. С миром Божьим.